Что происходит в регионе, расскажем прямо сейчас в студии Анны Рязанова. Добрый день. Сегодня региональное управление Следственного комитета распространило информацию о задержании двух человек, которых подозревают в посредничестве при передаче взятки в крупном размере. Пока следственные органы не называют имена подозреваемых, но, как стало известно, речь о депутате городской думы Константине Яковлеве и советнике главы муниципального образования города Архангельск по административным вопросам Иване Кузнецове. По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемые участвовали в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. К другим темам. На городской набережной появился рекреационный комплекс. Идея пришла молодежному правительству, а городские власти и бизнес поддержали. И вот задуманное воплотилось в жизнь. Обычный строительный материал, дерево, простое и без изысков исполнения. Но как по-новому заиграл этот участок набережной. Здесь можно отдохнуть после прогулки, посидеть с друзьями, читать книги. На что фантазии хватит. Инициаторы проекта – члены молодежного правительства. Вдохновлялась я парком Горького в Москве. Мне очень нравится это место. Оно очень прекрасное для прогулок. И там достаточно много элементов сделано в дереве. Дерево – подарок от бизнеса. К реализации проекта подключилась одна из строительных фирм Архангельска. В дальнейшем планируется обустройство всего участка набережной от улицы Садовой до Суворова. С применением деревянной конструкции и современным дизайном. Дизайнеры из числа активной молодежи уже обдумывают, какой будет лестница на набережной недалеко от нового рекреационного комплекса. Ее также хотят превратить в современное место для отдыха. Я благодарна молодежи за то, что они вообще заботились этим проектом. Конечно, большая благодарность администрации, то, что они поддержали, а не отпихнули творческую молодежь, а именно, что такой проект родился. По сути, было бы очень неплохо, если бы набережная стала таким местом творческого самовыражения. Я знаю, что есть творческие проекты, которые будут реализовываться здесь. Ребята готовы участвовать в этих историях. Мне кажется, набережная, она такая и должна быть. Молодежь продолжит здесь работы по благоустройству. Многолетние цветы уже высажены. В перспективе создать зону свободного Wi-Fi интернета. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Да будет свет. На набережной Северной Двины между улицами Шубина и Садовой появилось новое уличное освещение. Еще недавно на этой части набережной фонарей не было вообще. Специалисты провели масштабный ремонт, установили несколько световых опор, протянули новые электролинии. Всего было заменено 32 светильника. Проведена масштабная работа по замене и восстановлению торшерных стоек, по замене кабельных линий электропередачи. В метрах протяженность порядка 800 метров. Городской бюджет потратил на восстановление электролинии более 100 тысяч рублей. Кстати, уличное освещение в Архангельске начнут включать с 1 августа. Участникам «Соловецкой регаты» вновь пожелали 7 футов под килем. Вот уже в 43-й раз в Архангельске дали старт гонки крейсерских яхт. В ходе соревнований экипажи продемонстрируют не только мастерство яхтсменов, но и штурманские навыки. Юрию Лидину было 19, когда он отправился на гонки первой «Соловецкой регаты». Тогда, в далеком 1974-м, он стартовал на яхте «Борей». С тех пор на любимом судне Юрий почти каждый год принимает участие в гонках. Инженер по профессии, а моряк в душе. Яхтсмен уверен – «Соловецкая регата» больше, чем просто соревнования. Мы ходим каждый год для чего? Для того, чтобы поучаствовать на соревнованиях, пообщаться с другими спортсменами. У нас много разных спортсменов. С «Северзвенском» ребята приходят. Есть новые ребята приходят из других клубов. Пообщаться. Праздник. Регата – это праздник. На торжественной церемонии открытия 43-й «Соловецкой регаты», которая состоялась в Северном морском музее, экипаж яхты «Борей» – один из 18 участников гонок. В этом году соревнования посвятили 80-летию Архангельской области и 75-летию школы «Соловецких юнг». Экипажам из Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Германии предстоит преодолеть 465 морских миль. Парусный спорт и «Соловецкая регата» – это визитная карточка Архангельской области. Если посмотреть на сегодняшний состав участников, то здесь как и ветераны, так и молодежь. Следовательно, парусный спорт в Архангельской области живет и будет развиваться. В этом году четыре этапа соревнований преодолеют не только опытные яхтсмены, но и новички. Это юнги – воспитанники парусного центра «Норд». Северная Двина им уже покорилась. Теперь на очереди Белое море. Это очень тяжело, стоять вахты, Белое море, почему называют самая северная регата, самая холодная. То есть это холод, ветер, дождь. С этим очень сложно бороться, тяжело неделю находиться в море. В Архангельск «Соловецкая регата» вернется уже 6 августа. Тогда же состоится заключительная портовая гонка. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. В столице Поморья в рамках празднования Дня работника торговли состоялся областной конкурс профессионального мастерства официантов. Ресторанный сервис Архангельской области 2017. Семи заявившимся на конкурс официантам предстояло обслужить столики с посетителями. Зыскательное жюри оценивало участников по нескольким критериям. Внешний вид, сервировка стола, принятие заказа, предложения, выдача вин и блюд, техника работы. Такого рода конкурсы профессионального мастерства, они способствуют повышению вот этого уровня профессии. Молодые люди, которые сегодня в первую очередь в официанты, они имеют возможность посмотреть, что эта профессия престижна, что можно участвовать в конкурсах, что есть достойные кандидатуры сегодня, которые работают в предприятиях нашего общественного питания, в ресторанах, в кафе, которые могут поделиться своими знаниями и опытами и умениями. Еще одна цель таких состязаний – это повысить качество сервиса, а значит и настроение посетителей. Определят победителей конкурса завтра. В Арктику на судне «Поларкинг» отправился сводный студенческий строительный отряд «Гандвиг». Цель экспедиции – помочь очистить территорию национального парка «Русская Арктика». 15 бойцов из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, а также Санкт-Петербурга вместе с остальными участниками экспедиции в течение двух месяцев будут работать на островах Гукера и Хейса. Проходил долгие стадии отбора в областном штабе Архангельской области. После того, как одобрили, уже приехал сюда, прошел обучение и вот я уже на судне «Поларкинг». Работа в непростых условиях северных широт требует от участников экспедиции особых навыков. Это должны быть ребята, уже умелые, имеющие опыт работы в студенческих отрядах. Ребята, которые прошли специальные курсы выживания, адаптации, умеют оказать и себе, и другим необходимую помощь. Уборка мусора с островов архипелага земля Франции Иосифа вошла в основной план мероприятий, приуроченных Году экологии в России. Речь идет не только о природе, как о физическом объекте. Мы сегодня формируем экологическое взгляд, экологическое понимание в головах, в творчестве, в мироощущениях на будущее. Напомним, в 2010 году работы по генеральной уборке Арктики инициировал Владимир Путин. На сегодняшний день из заповедной зоны вывезено более 40 тысяч тонн мусора. Очищена территория размером более 500 футбольных полей. В этом году с архипелага запланировано убрать не менее 8 тысяч тонн отходов. Алексей Шемякин, Владлена Романова, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Информационные итоги сегодняшнего дня в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова